Всем доброе утро. Оксана у нас идёт в школу, Марина идёт к зубному, Ваня идёт в садик, Маша идёт анализы сдавать. Идём все на автобус. Выходи, давай, выходи, Ваня, выходи, Маша, держи калитку. Шагаем на автобус. Что там делаете? Играете? Всё, съездили мы в больницу. С Мариной мы ездили к зубному, а с Машей мы сдавали анализы. Всё, с Машей мы, по сути, готовы уже к поездке. Нам ещё на выписку будет взять, и всё, по сути. Так, я себе кофе хочу сделать. Ещё у подруги сына сводила на рентген, она, потому что сегодня на работе. Она меня попросила. Я говорю, да, конечно, я схожу всё равно в больницу, идут по пути. Сразу схожу. Марина сегодня дома осталась у меня, завтра в садик пойдёт. Так, я сейчас себе направлю кофе. И да, ребят, помните, Майами мама присылала мне кофе. Вот это вот, это всё-таки варить его надо. Я сейчас покажу, какой там помол. Очень крупный. Вот смотрите, какой помол. Видите, крупный. Его варить надо всё-таки. Это вот этот кофе, что мне присылала Майами мама. Вот я обязательно турку куплю или в чём-нибудь посмотрю в интернете, как его варить. Мы, потому что ни разу не варили кофе, поэтому посмотрим и попробуем сварить. Но запах очень вкусный. Делаю себе пить. А? Ты будешь пить? На, пробуй. И скажи, вкусно, нет? Как лимонад, да? Хочешь, так наливай себе пить. Ты, брата, из банки будешь? Давай я тебе в кружку налил. Всё, напилайся? Маша, попила вкусно, лимонад получился. Свет, ты пробовала лимонад? Сейчас кофе себе направлю. Попил кофе. Маша, тебе во сколько в школу ехать? Там быть. Или ехать 12.30? 11.30 ехать. А время у нас 10.10. Ещё успевает. Чай даже попить успеет. Тут, Маша, он ещё апельсины есть. Ешьте. Не хочешь апельсина? Они кислые, эти апельсины, да? Прямо вообще кислые. Многие писали, Настя, лучше бы так дала детям апельсины съесть. Они, ребята, кислые, эти апельсины. Мы вчера чистили, хотели съесть, но в концовке дети... Нормально, поставь на тарелку, то, что не упадёт. В концовке дети мне обратно отдали апельсин. Потому что он очень кислый, поэтому они и дешёвые. Поэтому их на компот очень хорошо. На Машинку. Ладно, дорогие друзья, пойду попью кофе. Выпущу для вас ролик, который загрузился за ночь. За всю ночь один ролик загрузился. Ну, ничего. Ладно, всем желаем хорошего дня, хорошего настроения. Будьте чуточку добрее, мир к вам потянется. У нас день, и мы поехали... Ну, ребята поехали в школу Света с Машей. А я еду, мне надо съездить куртку посмотреть. Потому что это жарко. Я в одной футболке хожу, и у меня аж всё по спине подбежит. Поэтому надо какую-то другую куртку. Ладно, едем в город по делам. Сходила в школу, забрала Оксану. Оксана, скажи привет. Привет. Идём сейчас в сторону Связного. Сейчас муж наполовину сядет на автобус вместе с Мариной и приедет в город. И нам надо кое-что сделать до завтрашнего дня. И будем ждать, сейчас там его стоять. Оксана, зайдём в магазин, она пить хочет, да, Оксана? Пить куплю ей. Ей надо будет посмотреть дома, потом ей шапку какую-то тоненькую, а то ей в этой жарко уже. А так погода у нас хорошая. Ладно, идём. Здесь мы пришли к свекрови в гости. Тут у меня сидит Марина. Катя пришла тоже к ней. Но она на танцы ходит, поэтому она всегда у бабушки сидит. И Оксана сидели. Вон девочки улыбаются, довольно счастливые. Приехали мы уже с города. Что у меня на лице такое непонятное? Что купили? Так, мы это женские принадлежности не буду показывать. Деткам йогурты взяла. Марина с Оксаной уже и с Катей там попили. А остальным вот йогурты. Ну и хлеб дешёвый. И батон. Ещё взяла. А, да, ребят, я сегодня зашла. Так, вот сайт шарфик. Взяла себе парку. А я киса! Вот какая настырная! Ты куда лезешь? Прям по мне аж лезет. Взяла себе парку за три с половиной. Чёрную вот какую-то спортивную. Сегодня примерку сделаю и вам покажу. Ну, целом курточку такую взяла, потому что уже жарко в этой ходить. Так, Вася! Вот вы посмотрите, я домой пришла, и она вот не отстаёт от меня, постоянно лезет ко мне. Вредная. Так что вот так вот. В целом. В целом погода у нас замечательная, настроение у нас отличное. Готовимся к первому поездку. Анализы сегодня мы с Машей сдали, с Мариной сходили в больницу. Сейчас скоро в садик. Поставь, пожалуйста. В садик пойду скоро. Сейчас с Оксаной сяду, уроки делаю. Да, сегодня пришёл Василёк. Попозже засниму. Света должна прийти. И заснимем обязательно Василёк. Ну, может, сейчас сяду, засниму, пока тишина дома. Спокойства, пока Вани дома нету, пока спокойно засниму. Поэтому, если интересно, оставайтесь с нами. Ну, про Василёк в следующем видео, наверное, выйдет. Ну, а я сейчас примерю куртку, покажу вам, как она. Дорогие друзья, одела я куртку. Вот так вот она на мне смотрится. Так, вот она. Напишите, пожалуйста, как вам. Ой. Мне в целом нравится, неплохо. Тут лямочки такие с капюшоном. Можно даже капюшон на голову одеть. Напишите, как вам. Буду очень ждать Вашего комментария. Но мне нравится в целом. Три с половиной стоит она. Такая вот парка. А, такого спортивного типажа. Я люблю спортивные, в основном, такие. Вот мне нравится. Поэтому сбоку здесь карманов нет. Вот как у некоторых. Они только вот здесь, вот два кармана. Видите, вот они. Мне в целом нравится. Я довольна. Жду Ваших комментариев. Так, а я хочу полить рассаду. Сейчас, подождите. Во. Помидорки у меня хорошо растут. Вот, 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 вот. Ху, не сглазить бы. Слава Тебе, Господи. А перцы так и не проклевываются. Но я все равно их поливаю, может проклюну. Может проклюнувся. Погода у нас замечательная. Видите, на улице от дома снег немного откинут. Так что, вот такие вот у нас, ребята, дела. Скоро надо будет остальную рассаду садить. Ну, а семена будут покупать скоро. Остальные еще. Вот так. Побрызгали. Теперь ящик хочу перевернуть вот таким вот образом. Я обычно так всегда делаю. Все, пускай растет потихонечку. Пленку скоро надо будет покупать. Мне как-то писали, Настя, сделай ты уже такой парник. Ну, вот, современные вот эти парники. Но, ребята, для нашего дома это очень дорого. Для нас, я имею в виду, это очень дорого такой парник. Я такой парник обычно... Он стоит... Я даже не знаю, сколько он стоит. Но я знаю, что точно больше 15. Поэтому, не, у меня муж сам сделает. У нас, тем более, рома остались. Когда мы окна меняли, мы все рома оставили. И да, я сегодня новые тени нанесла. Не знаю, видно, нет будет серебристые такие тени. Он почти даже не видно. Мне кажется, так классно получилось. Сейчас белье поснимаем. Скоро в садик надо будет еще идти. Да. Ты со мной в садик хочешь идти? Ну, пойдем. Коготки надо будет только потеплее одеться. Чтоб мне это... А то ты в пижаму уже переоделась. Они у меня дома целый день в костюмы ходят, да, Оксана? Может, у Егора в комнате находимся? То, что я... Видите, от Василька тоже у нее вот эта пижамка, да, Оксана? Тебе она нравится? Да. Довольная. Она уже маленькая стоит. Да, уже маленькая становится. Скоро Марине отдадим. А Оксане другую опять закажем. У Оксаны и так пижам много, да, Оксана? Ладно, дорогие друзья. Пойду попью кофе и в садик буду собираться. Дорогие друзья, у нас вечер. И мы с Оксаной идем в садик. Да, Оксана? Так и не решилась я новую парку одеть. Что-то мне жалко ее пока одевать. Потом в Пермь поеду, тогда я одену. Жду Свету, когда придется спросить, что это она мне там много так платьев заказала. Я же не любитель так-то платья. Для дома только хотела одно. А Света мне аж три их там заказала. Ну ладно, что теперь? Ладно, идем в садик. Все, пришли домой, да, Ваня? Хорошо, Ваня? Ваня устал? Да? Что на игрушке? А, это брелки. Что-то пакет мусорный залетел какой-то сюда на мешок. Подожди. Мама хочет с дороги залетать мусор весь. Заходи, шагай. Пойдем домой. Да, взял. Ладно, идем домой готовить кушать. Дорогие друзья, у нас уже вечер. Я поставила овощи делать. Сковородки замороженные. Хочу сделать овощи. Там у меня рис есть. Рис с овощами, короче, сделать. И сегодня купила рыбные котлеты. Сейчас хочу поставить, тоже пожарить их. Поэтому вот так вот готовим. Света, в холодильнике на самом верху черный пакет. Достань, пожалуйста. Будь добра. Сегодня вот такие вот замороженные овощи взяла. Фасон, стручковый. Белую качану, капусту. Ой, капуста цветная. На самом верху черный пакет. И вот такие вот овощи взяла. Такие я высыпала. И такие высыпала. У нас кульчик. Встань, достань, пожалуйста. Я тебе попросила уж совсем чуть-чуть достать. Всего лишь овощи. Ну, котлеты, то есть. И рыбные котлеты купила. У меня Светик любит рыбные котлеты. И некоторые... Да, да, да. И некоторые еще из детей тоже любят рыбные котлеты. Мы их давно не покупали. Поэтому я купила рыбные котлеты. Два пакетика сегодня. Хочу пожарить сейчас. Убери, пожалуйста, в стол. Сейчас пожарим рыбные котлетки. И рис с овощами сделаем. Так что вот такие вот дела. Короче говоря, готовим кушать. Котлетки вкусные, рыбные. Мы уже не первый раз такие брали. Пожарить как раз всем хватит. И детки попросили еще отварить макарошки. Помимо риса. Некоторые не хотят это. Рис. Некоторые просят макарошки. Поэтому еще и макарошки отварим. Немного. Вообще-то там, по-моему, есть макароны у нас. На, посмотреть. Так, все, накрываем крышкой. Так, не ту крышку. Так вот. И пускай жарится. Сейчас покажу, что у меня на сковородке жарится. Так, ну давайте здесь. Овощи я забросила. Пусть тушатся, размораживаются. И рыбные котлетки. Готовим кушать. Так, еще жду, когда немного разморозятся эти втельки. Чтобы можно было их отодрать от подносов. Ну вот здесь-то легко, но между собой их не отделаешь. Видите, как замерзли, чтобы убрать. Это вот я тогда сделала, когда компота варила. Вот это вот тоже. И компота все еще стереть. Мужу попросил вынести, он так и не вынесет. Сейчас заставлю вынесет. Так, ну вот сейчас разморозится, уберу по пакетикам и в холодильник. Так, сложила в пакетики по 6 штук. Получилось так, раз, два, три, четыре, пять, шесть пакетиков. Короче, а эти пожарю, потому что у меня не все любят рыбные. Поэтому пожарю их. И остальные убираем в морозилку. Друзья, меня попросили показать, что у меня в морозилке. Показываю. Ну, это ящик полуфабриката. Вот это фрикадельки, что я сейчас положила. Тут фрикадельки, говорю, тевтельки. Здесь фрикадельки, здесь ленивые голубцы. Еще какие-то овощи, которые сегодня купила, убрала. Дальше. Курица. Куриные крылышки. Печень. Мясо. Творог замороженный. Суповые наборы. Лед. Дети замораживают зачем-то. Куриные ножки. Крылышки. Жир свиной. Там еще сало соленое. Да, кстати, вот сало соленое. Мы его после того, как оно засолилось, мы его сюда убираем. В пакетик мы убираем в холодильник. И в нижнем ящике у меня тут клюква. Дрожжи. Крабовые палочки. Масло. Зелень. Тут вот еще укроп остатки мои. Все. Так что вот так вот вашу просьбу выполнила. Ребята, смотрите, какая красота получается. У меня не все рис с овощами едят. Но вот смотрите, как красиво. Вообще, те, кто любит рис с овощами, будет очень интересно узнать. Или это я только одна такая. Так, приготовила ужин. Что на ужин? Рыбные котлетки. Там еще тефтельки жарятся. Тут еще запас котлеток. Кто захочет, положила. Кто захотел просто макарону. Кто захотел рис с овощами и макарону сразу. И котлетка. Себе я тоже положила вот такую порцию. Рис с овощами, имбирь и рыбная котлетка. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Тут еще у меня добавка, кто захочет. Короче, пошли мы кушать.